Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За воживых, оплакивая мертвых, разбивая молнии» Сегодня по многочисленным просьбам мы будем рассказывать про альфотианин, который на самом деле является одной из основ биохакинга. Сегодня мы будем рассказывать об альфотианине и целых основах, трех столбах биохакинга, потому что нам показалась эта тема очень-очень важной. Еще раз, мы выполняем ваше поручение, вы, зрители, мы вас уважаем, мы отвечаем вам на ваши комменты своим рассказом. Вот нам написал человек, который в восторге от альфотианина. Почему он в восторге от альфотианина? Он считает, что этот препарат сопоставим с фенибутом, хотя действует не на гамк-рецепторы. Вы знаете, что гамк – это тормозящая система, а на НМДА-рецепторы – это глутаматная система. Но он глутаматную систему давит, он является антагонистом вот этой возбуждающей системы. И субъективно он обладает столь же хорошим, скажем, успокаивающим действием. Так же хорош, как 250 мг, обратите внимание, тианина от Ивалар. Сопоставимо для него, вот этого нашего зрителя, с двумя таблетками гидозепама. Кто не знает, что такое гидозепам? Гидозепам – это бензодиазепин. Бензодиазепины являются патентованными препаратами, использующимися для того, чтобы активизировать тормозящую гамк-карргическую систему. Значит, еще раз, вот есть два препарата, гидозепам, который усиливает тормозящую гамк-карргическую систему, альфа-тианин, который ослабляет глутаматную систему через НМДА-рецепторы. Вот, собственно говоря, смысл этого послания. Ну, дальше там идет еще кое-какие положения, мы к ним еще вернемся, но сегодня рассматриваем только это. Итак, что такое НМДА-рецептор? Кто не знает, это НМДА-рецептор, это рецептор, который на самом деле является кальциевым каналом, и при возбуждении этих рецепторов происходит передача возбуждения от одного нейрона к другому. Проще говоря, глутаматный нейрон начинает распускать глутамат, этот глутамат улавливается другими НМДА-рецепторами, и вот такая цепочка возбуждения по всем глутаматным нейронам проходит. Если альфа-тианин является антагонистом, то есть он закрывает эти рецепторы, не дает им работать, то, конечно, этого не происходит. Возбуждение глутаматной системы не происходит, возбуждения нет, и вроде как человек успокаивает. Другое дело, что если бы этот препарат являлся агонистом глутаматных рецепторов, НМДА-рецепторов, ну, обратите, пожалуйста, внимание, вот в этом случае он бы усиливал работу этих самых НМДА-рецепторов, и тогда бы глутамата становилось больше, возбуждение становилось больше. Поэтому очень важно понять, является ли альфа-тианин действительно, как утверждает этот зритель, антагонистом, то есть веществом, которое ослабляет глутаматную систему, или агонистом, веществом, которое усиливает эту глутаматную систему. Вот для этого мы, конечно, произвели литературный поиск. И, о чудо, нет ни одной работы, мы ничего не нашли, где бы рассказывалось о том, что альфа-тианин является антагонистом, то есть препаратом, который ослабляет возбуждение глутаматной системы. Напротив, есть множество исследований, очень хороших, очень солидных, которые показывают, что альфа-тианин, напротив, это агонист НМДА-рецепторов, то есть вещество, которое усиливает активность глутаматной системы. Таким образом, перед нами чистой воды ложь. То есть человек утверждает, что препарат является антагонистом альфа-тианин, на самом деле он агонист. Мы считаем, вообще-то мы тут посоветовались, что есть три столпа биохакинга. Одним из столпов биохакинга является как раз ложь. То есть, понятно, мы сейчас пример привели. Давайте разбирать дальше положение. Вот обратите внимание, этот самый альфа-тианин, который является действительно БАДом. И вот для этого человека, вот этот БАД, 250 мг этого БАДа сопоставим по успокаивающим, очевидно, свойствам, потому что гидозепам это танквилизатор, антиолитик, вещество, которое снижает тревогу. Вот он сопоставим с этим самым бензодиазепином. Но может ли такое быть? Ведь он на самом деле является веществом альфа-тианин, который усиливает активность глутаматной системы. А что такое глутаматная система? Глутаматная система, в частности, это система, которая на самом деле является очень важным для того, чтобы мы поняли, точнее сказать, любой человек понял, что, собственно говоря, с ним происходит. Вот подходят эти самые глутаматные нейроны к таламусу, в этом таламусе осуществляется фильтрация импульсов, которые идут в кору головного мозга. И очень важно, чтобы гамм-каргическая система глутаматная находилась в равновесии, чтобы не слишком много всяких импульсов доходило в кору головного мозга, потому что если их будет много, то это и будет тревога, это и будет путаница. Но поскольку альфа-тианин является агонистом гамм-каргии и НМДА-рецептов, он является агонистом веществом, которое активизирует глутаматные нейроны, конечно же, в голове будет путаница, и, соответственно, такому человеку не то, что успокоение будет, такое же, как на гидозапаме, он будет чувствовать себя еще хуже, еще и тревожно. И никакого спокойствия не будет, потому что чем больше импульсов в кору головного мозга, чем больше путаница в голове, тем больше бессонница и нарушение сна. Ну и вообще, надо вам сказать, что высокая глутаматная активность наблюдается при тревоге. И мы неоднократно это подчеркивали. На наших рисунках вы видите гидру, которая представляет из себя тревожное расстройство. Тело этой гидры две тормозящих системы, серотониновая гамма коррегическая, а вверху головы этой самой гидры, это активизирующаяся разные системы нейронов, и одна из них глутаматная. Очень и очень важно, еще раз, помните, пожалуйста, что это основная информация, которая доходит до головного мозга, о том, что происходит с нами, вокруг нас. Эта информация фильтруется в таламусе, не достигает, многие из импульсов не достигает коры головного мозга, повышается активность, все доходит до коры головного мозга, там путаница и беспокойство. Вот таким свойством обладает и альфа-тианин. Но самое интересное, что альфа-тианин способен усиливать боль, потому что боль, вы знаете, по-нашему это четырехголовый дракон. Обратите внимание, три головы, это падение активности обезболивающих систем в головном мозге, это серотониновый, норадреналиновый, дофаминовый нейроны. Хочу только обратить внимание, что мы говорим не о боли вообще, а о так называемой хронической нейрогенной боли, которая связана с патологией центральной нервной системы. И очень важно для боли это повышение активности глутаматных нейронов, нейрогенной, потому что именно глутаматные нейроны, они усиливают боль в головном и спинном мозге. В спинном мозге давно уже известен так называемый феномен взвинчивания, когда происходит суммация боли. Этот феномен взвинчивания описан достаточно давно, еще, видите, в 65-м году случайно обнаружили, в спинном мозге специально существуют нейроны, которые глутаматные усиливают боль. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы человек быстрее, и вообще любое животное, в данном случае на кошках, избавилось бы от источника боли, ушло бы от опасности, боль мультиплицируется. Ну и в головном мозге, конечно, глутаматные нейроны очень активно повышают нашу болевую чувствительность. Они специально как бы выращивают за счет того, что стимулирует развитие нейронов, которые воспринимают эту боль. Видите, как они тщательно этот нейрон, который воспринимает боль, поливают специальными нейротрофическими факторами, и боль, соответственно, растет. Таким образом, у нас с вами совершенно четкое противоречие. Этот человек говорит, что для него это две таблетки гидазепама, он успокаивается, и все у него нормально. На самом деле успокоиться он не может абсолютно. Более того, все это должно, все неприятности, которые свалились на его голову, должны усиливаться. Ну, может быть, все-таки этот человек прав, и есть какие-то исследования, которые говорят о том, что он, вопреки данным о его механизме действий, обладает какими-либо противотревожными свойствами. Но мы что сделали? Мы, как всегда, обратились к Национальной медицинской библиотеке Соединенных Штатов, ввели, обратите внимание, альфа-тианин, чтобы он был обязательно в названии статьи, ввели слово «тревога», чтобы она была и в названии, и в абстракте статьи, то есть резюме статьи, и обнаружилось 8 исследований. Но из 8 исследований при тревожном расстройстве только одно, я подчеркиваю. Есть исследования, очень много исследований у здоровых людей, но нас это не интересует. Мы интересуемся, конечно, людьми, прежде всего больными. Так вот, из 8 исследований только одно у больных с тревожными расстройствами. Это исследование было выполнено сравнительно недавно, в 2019 году, и это предварительное исследование. Видите, оно первое показало, что нет никакой эффективности альфа-тианина в лечении симптома тревоги при генерализованном тревожном расстройстве. Проще говоря, при хронической тревоге альфа-тианин неэффективен. Конечно, он не будет эффективен, он будет, наоборот, контрпродуктивен. Давайте мы сравним вот эти результаты этого самого альфа-тианина, то есть то, что он неэффективен при генерализованном тревожном расстройстве, мы сравним с результатами бензодиазепинов. Причем мы здесь не ограничимся рандомизированным клиническим исследованием в качестве фильтра. Мы введем метаанализ. Что такое метаанализ? Это когда несколько рандомизированных клинических исследований рассматриваются вместе. То есть это следующий шаг, это как бы наивысшая стадия доказательной медицины, когда данные рандомизированных клинических исследований, вот слово рандомизированное означает не просто, что это какое-то там исследование. Рандомизированное клиническое исследование, это как бы основа доказательной медицины. Это как бы главная ее основополагающая кирпичная. Вот когда вот много рандомизированных клинических исследований вместе, это метаанализ наиболее доказательный. Так вот, для сравнения, у бензодиазепинов не одно рандомизированное клиническое исследование, а 13 метаанализов различных рандомизированных клинических исследований, число которых, как вы понимаете, очень и очень велико. Таким образом, мы суммируем и говорим о том, что, конечно же, рассказ этого человека о том, что для него альфа-тианин, это примерно как две таблетки бензодиазепина, которые уж точно активизируют гаммкаргическую систему и точно оказывают серьезный противотревожный эффект, это, конечно, обвгдеж. Таким образом, мы с вами разобрали два столпа биохакинга, это ложь, обвгдеж, и, наконец, нам осталось разобрать третий, последний столб биохакинга, конечно же, это CleverMind, потому что именно CleverMind, я так понимаю, является тем закоперщиком, который, и вы видите, он даже в коммерческих целях рекламирует альфа-тианин, если вы зайдете на его сайт. Таким образом, что, собственно говоря, нам дал вот такое разбирательство этого самого внимательного альфа-тианин? Нам совершенно очевидно, что люди, которые занимаются биохакингом, они имеют как бы три источника, три составные части. Это, конечно, ложь, это обвгдеж, и чистой воды провокация или коммерция, то есть попытка продать препараты. Как всегда, в конце нашего ролика мы благодарим вас за внимание, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ну где еще вы узнаете такую информацию про альфа-тианин, про его механизм действия, ведь вам эти жулики так и будут говорить о том, что он является антагонистом НМДА-рецепторов. Ну, становитесь спонсором нашего канала, пишите комменты, ставьте лайки, хотите облагодарить нас за этот ролик, вы его в описании найдете реквизиты. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok